И как мы только что уже говорили, мы начали о духе жертвоприношений. И, с одной стороны, сейчас ортодоксальные евреи говорят, что это неважно, потому что у нас нет храма. Но, с другой стороны, мессианские евреи верят, некоторые мессианские верят, что когда будет храм, будет место жертвоприношений. Потому что мы знаем, что в Израиле есть такое течение, что они когда-то хотят построить третий храм. И давайте поймем дух этих жертвоприношений. И мы видим это ясно в послании евреям, 9 глава, с 13 по 14 стих. «Ведь, если открапление ритуально нечистых людей кровью козлов и быков и пеплом целицы восстанавливает их наружную чистоту, тогда насколько же более кровь мессии, который вечным духом принес самого себя Богу, как непорочную жертву, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу». И опять же мы видим важность совести. Потому что, как здесь сказано, что нам нужна чистая совесть, чтобы служить живому Богу. И это важность в имении чистой совести. Давайте посмотрим, на что указывают жертвы. Итак, жертвы всесожжения. Она говорит о ценности целостности, чтобы быть целостным человеком, а также о представлении о завещании. И представление о воле. Потому что Бог заинтересован больше, чтобы наше сердце было свободной воле и подчинялось Ему. И следующее – жертвы плодов, приношения плодов. Это чтобы ценить Божье обеспечение. И верность своему труду. Мирные жертвы. Это ценность восстановления отношений. Отношения с Богом и друг с другом. Далее – жертвы за грех. Это для того, чтобы мы поняли принцип причины и последствий. Потому что есть последствия греха. И они влияют на моральную испорченность. И далее идут жертвы возмещения ущерба. Они помогают нам понять возмещение и искупление. Иными словами, цену, которую нам нужно платить. И я ободряю вас, чтобы рассмотреть эти простые понимания, когда вы читаете о жертвах. Потому что Павел говорит о том, что важно. Он говорит о том, чтобы быть живым всесожжением. И это в Римлянам 12 главе. Вы видите, быть жертвой всесожжения – это снять с себя фокус на Бога. Но вы можете увидеть, как все жертвы в Верхом Завете и все законы в Верхом Завете ставить большую эмфасию на человеке, вместо Бога. Они делают акцент на человеке, нежели на Боге. А в Новом Завете мы делаем акцент, ударение на Боге. И на послушании Богу от чистого сердца. Вот в чем суть чистой совести. И еще одно место, где мы можем увидеть Дух Закона – это в 19 главе Левитам. Помните, когда Господу задали вопрос, какие две самые наибольшие заповеди в Торе? И первым Он сказал к молитву Шма, что люби Господа от своего сердца, души и имения. И дальше Он сказал, люби своего ближнего, как самого себя. И это утверждение в 19 главе Левитам. Но оно помещено между другими остальными законами. Потому что они помогают понять нам все разные законы, которые находятся в 19 главе Левитам. И в этой главе, в 19 главе Левитам, Бог обращается касательно вопросов святости, почтения родителей, шабата, идолопоклонства, мирных жертв, заповеди касательно урожая, кражи, лжи, обмана, праведности и суда, замешательства, неправильных сексуальных отношений, татуировок, злых духов, принятие иноплеменников. То время, когда здесь очень много индивидуальных таких законов в 19 главе Левитам, Если мы поймем один из самых важных здесь, что любить своего ближнего, как самого себя, это поможет нам применить каждый из отдельных законов. Потому что любить ближнего, как самого себя, говорит о духе закона. И мы можем увидеть, как мы можем применить этот же принцип Применить ко всем 613 законам минус 10 заповедей. И мы видим, что тень закона, она помогает нам понять естество суть Бога. Но мы также понимаем жертвы и по другой причине. Это указывает на нужду и необходимость лучшей жертвы. И это Иешуа. Так как у нас была история Пасхи. А какой самый важный аспект, момент в Пасхе? Иешуа является пасхальным агнцем. И Он дал нам лучшее освобождение, нежели свободу от Египта. Но освобождение от всех грехов. Я хочу поговорить о другом концепции, который показывает единство в Писании. В первом веке была такая концепция понимания, как Ига Торы. И это приходит из Мишны, книги Пиркей Авод, которая говорит сказания отцов. Это одна маленькая книжка, которую я ценю больше, нежели весь Талмуд. Потому что это была хорошая попытка понять Дух Закона. И этот маленький, небольшой принцип. И это Пиркей Авод, 3 глава, 5 стих. С каждого, кто примет на себя бремя изучения Торы, hail 숨аю бремя подчинения властям и бремя заботы о пропитании. А на каждого, кто сговоряет с себя бремя научения Торы, valuation возлагается бремя подчинения властям и бремя заботы о пропитании. И мы здесь видим, что есть два бремени, которые вы можете на себя применить Бремя Торы Или бремя Мира Важный принцип к пониманию Что есть великая мудрость в том, чтобы иметь бремя от Бога, нежели от власти Или, иными словами, иметь бремя Божьих путей, нежели бремя от мирских путей И Иешуа сделал важное утверждение в Матфея 11, глава 29 стих Он сказал, возьмите Мое бремя и научитесь от Меня И он обращался к тому пониманию, которое было всем известно в те времена И он представил третье бремя Не бремя закона и законничества И не бремя мирских путей или властей Но Его бремя, бремя Мессии И вот почему Он говорит, возьмите Мое бремя, научитесь от Меня И найдете покой душам вашим И когда мы понимаем дух молитвы Шма Мы понимаем дух бремени истинных небесных законов И взять бремя от Бога намного важнее, нежели быть под бременем мира И мы видим единство в Писаниях И того пути понимания духа Писания И также интересно то, что мир, который дает бремя Если мы становимся едиными с Мессией Мирское бремя становится благословением Когда мы подчиняемся Господу Таким же образом, как мы подчинялись законам Которым мы должны быть послушными властям Потому что нам необходимо это делать Но мы не доверяем нашим властям Мы доверяем Богу И это то, что приводит нас к великим благословениям И когда мы говорим о концепции быть под бременем Мессии Мы понимаем важность близких отношений с Господом Если мы можем соединиться с Ним в таких интимных отношениях Когда мы принимаем Его вызов Мы тогда можем применять Тору так, как Он ожидает, чтобы мы ее применяли И это то, о чем говорит Он в Иоанна 5 глава 46 стих Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне Потому что Он писал о мне Мы также будем говорить о том, что наилучший путь применения и понимания Торы Это через Дух Святой И Исаия дает нам такую подсказку этому И мне нравится Исаия 59 глава 21 стих И вот завет мой с ними, говорит Господь Дух мой, который на Тебе, и слова мои, которые вложил я в уста Твои Не отступят от уст Твоих и от уст потомства Твоего И от уст потомков потомства Твоего Говорит Господь отныне и до века И интересно, что Бог говорит, когда речь идет о мне, то речь идет о Его завете И сначала Он говорит, что Дух мой, который на Тебе, а потом и слова Мои, и Слово Мое И Он ставит на важное место, высокой важности Его Дух Даже религиозные учения учат, что Слово, оно более важно Но речь не идет о том, что Слово более не важно Но более важно иметь Дух, который применяет Слово Это важный момент И они согласились А, в согласии, когда Дух и Слово имеют согласие И это важный момент нужно понимать Иешуа открыл Отца и высвободил Дух Святой Многие люди не понимают, кто такой Отец, в чем суть Отца И они также не понимают суть Духа Святого Потому что христиане не учат много о Отце и о Духе Святом Христиане, они делают акцент ударения на Христе, на Иешуа Но нам нужно понимать весь Завет И все аспекты Бога Понимать сердце Отца И служение Духа Святого И это дает нам великое понимание Бога И вот почему Иешуа говорит в Иоанна 14 глава 9 стих Что видевший Меня видел Отца И Он говорит нечто интересное в Иоанна 16 глава 12 по 13 стих Он говорит еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить О чем вы думаете, а что Он еще должен сказать? Но далее Он говорит в 13 стихе И когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину Я очень часто делаю вызов христианам, верующим Которые не верят в дары Духа Святого Если Иешуа сказал, что Он многое хочет еще сказать Как мы можем понять, о чем это? Через Дух Святой Это выглядит легко, но многие люди этого не понимают И в книге Деяний мы видим много историй о Духе Святом Который действует посреди людей В книге Деяний 13 глава 2 по 3 стих Дух Святой сказал, кому нужно участвовать в служении Он там сказал, что отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их Они были посланы Духом Святым И также в книге Деяний 16 глава 6 стих мы видим это Как они не были допущены Духом Святым, чтобы проповедовать Слово в Асии Поэтому Дух Святой дает нам водительство И хорошая ссылка для этого это Иоанна 16 глава 7 по 14 стих Дух Святой дает нам новое понимание себя, самоопределение Открывая Божие наследства и новые возможности Мы видим это в Ефесянам 1 глава 11 по 14 стих Мы видим, что Дух Святой дает нам освящение в мудрости Мы видим это в Ефесянам 1 глава 17 по 21 стих Мы также видим Дух Святой, который высвобождает свободу И ту благодать, которую мы имеем, чтобы служить Богу Мы видим это в Галатам 5 глава с 1 по 15 стих И также мы видим дары Духа В Римлянам 12-13 и Галатам 5 и Галатам 5 глава с 22 по 25 стих Я хочу сделать еще раз осмотр нескольких моментов Мы увидели, как Тора указывает на нашу нужду в Мессии Увидели пути, как увидеть Дух Закона И она ведет нас к глубоким духовным вопросам Как мы уже много говорили о том, что Дух Святой помогает нам применять Тору тем, что Он говорит к нашей совести Также Тора нам помогает увидеть то, что есть нарушение заповедей или что такое грех И мессианское понимание Тора будет помогать нам верить Богу и иметь правильную веру И также мы увидели, что поступать правильно речь идет о том, чтобы быть целостным И мы также увидели то, что Иешуа пришел, чтобы дать более глубокое и целостное понимание Тора Но великое понимание не только Торы, но и пророков Если кто-то вас спросит, какой наилучший способ применения Торы Вы скажете через Дух Святой Аминь? Вот почему для нас важно расти в чувствительности к Духу Святому Хорошо Итак, мы говорили много о специальных аспектах Торы и как применять Тора И мы поговорили уже много о отдельных таких атрибутах Торы и тому, как ее применять И завтра мы закончим, но сейчас я хочу обратиться к вам, есть ли у вас вопросы? Особенно касательно уроков, а не ангелам и всем другом Для Маши четко, ты знаешь ответы на все вопросы И вот Она сказала, что все это все в порядке Она говорит, что все это все в порядке И она понимает все Она понимает все И она понимает все Это хорошо Может быть, другие люди уйдут Я могу сказать, но... Это не обучение, но как вы пришли к Богу Я могу это поделиться Перед тем, как я поделюсь, есть ли все такие вопросы? Конкретные Ну давайте, кто? Даниил Ну это не касательно... Ну я как бы... Если по Торе... Не, по Торе Ну я как бы сделал для себя вывод Да, я как бы читал и не знаю, может быть Так, ответ на вопрос, например там... Не-не-не, пускай... Я перевел Например, вопрос по поводу... Ну, вновь здесь написано, Бог есть любовь Да, когда евреи завоевывали И еще раз тоже очень народов И там вопрос, что есть судьи По поводу сейчас в одиннадцатой главе Давай сначала вопрос по поводу любви Да? Что как Бог... Вопрос в чем? Как Бог являет любовью Убивал людей? Ну, грубо говоря Я как бы знаю, какие возможности... Да, окей Он имеет вопрос Но, может быть, он даже ответит На эту вопрос Но он хочет знать Что вы думаете об этом Это про Бога и Его характер Вы говорили, что Он любовь Да? Бог — любовь И в Торах мы читаем Что Бог предупреждал Израиль Чтобы убить другие народы Как вы понимаете Бог — любовь И Он предупреждал Это, может быть, Одна из таких вопросов Самых спорных о Боге Который, ну, самый спорный Среди всех вопросов Два пути для понимания этого С одной стороны Бог действовал с людьми так Как они вели себя с другими людьми Для них война была очень обычной То есть то, что было распространено И люди были очень в ропоте В бунте Везде Мы читаем об Вавилонской башне Народ И народ вот этого Вавилония У них природа была злая И Бог действовал с людьми так, как они вели себя друг с другом И другое понимание того, что Бог хотел научить людей, что нужно иметь чистое сердце и чистую веру И если они будут позволять влиять другим богам и идолам, тогда они будут усыновлять или применять к себе этих идолов К сожалению, мы видим это в Израиле сегодня Когда большая часть Израиля, она под частью арабов и мусульман И их пути, они противоречат Божьим путям И это создает большую проблему Если интересно будет, если вы пойдете сейчас в Иерихон и будете там, то там, где Израиль проходил этот город, то Иерихон сейчас под арабами И это большая картина, нежели мы можем думать о ней И подобно тому, как многие евреи спрашивают, почему Бог позволил, допустил Голокост Это тот вопрос, с которым я очень много сталкивался, потому что моя семья — это те, кто выжили в Голокосте И мы должны верить в то, что высшая Божья цель — это избавление и искупление И мы всегда должны смотреть и искать искупительные Божьи цели И вы помните вот это событие, которое произошло с близнецами в Нью-Йорке Три тысячи людей погибло И многие люди переживали тот же самый ропот Как Бог мог это допустить? Но мы должны искать и смотреть на Божье избавление и искупление И понимать Его искупительные цели И это привело меня к моему свидетельству Потому что самое большое событие, которое произошло в моей жизни, это когда моя мама умерла, когда мне было семь лет Моей маме сказали, перед тем, как она вышла замуж, что у нее не будет возможности иметь детей Для нее это было невозможно И на пятом месте беременности она осознала, что она беременна Вы можете удивиться, как эта женщина могла ждать и не заметить пять месяцев Она никогда не ожидала, что забеременеет И это было чудо Когда мне было семь лет, Господь забрал ее на небеса Естественно, вы можете понять, что это очень сильно разочаровало меня Просто оставило очень глубокое отверстие, дырку в моем сердце Два года спустя мой отец, он повторно женился Потом мы переехали из Бруклина в Лонг-Айленд И мои родители больше не разрешали видеть мою семью Они не разрешали меня видеть с родственниками моей мамы С моей тетей и с моим двоюродным братом, с которым я был очень близок И это меня очень злило И это сделало так, чтобы я начал искать истину И когда мне было девятнадцать Внезапно я услышал голос, который сказал, возвращайся в Бруклин Я не знал в тот момент, что это был Дух Святой Но это было очень ясно для меня У меня был друг, и мы поехали в Бруклин И я никому не звонил Потому что мне говорили, что моя семья, они для нас враги Они были врагами моего отца И я не звонил моим друзьям и моей семье Но я добрался до того здания, где я вырос И я искал моего друга, с которым я рос И как только я хотел нажать звонок перед зданием, вышла девочка Она спросила, куда мы идем Я сказала, что я хочу посетить моего друга Она сказала, может быть, пойти там за угол, за поворот Потому что там есть вечеринка, черная вечеринка И мы сели в машину обратно и проехали квартал И мой друг увидел девушку, стоящую перед церковью И это была та церковь, которая каждый день проходила мимо, идя в еврейскую школу, которая была в следующем квартале А когда я подходил к ней, она увидела меня и сказала, о, ты Харви А я был шокирован Я ей говорю, кто ты? Она говорит, я твоя двоюродная сестра Я не мог поверить в это Последний раз, когда я ее видел, мне было девять лет, а ей было пять лет Но она узнала меня А я спорил с ней А она говорит, чтобы доказать тебе Она носила такое сердечко, и она его открыла Такой медальон И в этой медальоне была фотография моей мамы и ее мамы, моей тети Это то, как она себя определяла И она сказала, только в это утро мама мне дала вот этот медальон И это была та бабушка, которой отец приехал с Одессы И я сказал, о, это чудо, и это должен быть Бог Но я задал ей один вопрос Почему это должно было произойти напротив церкви? Почему это не могло произойти напротив синагоги? Это как бы поставило замешательство И следующие два года я начал встречаться с Раввином И я начал изучать Тору и все Писания И потом я дошел до пророков И особенно книга Исаия, она была написана так для меня, как будто личное письмо И потом я дошел до конца, до книги Малахи И я был удивлен, потому что это звучало как как это закончилось на склифхэнгер Я склифхэнгер И для меня это было очень удивительно, потому что не было как бы такое завершение Для меня это выглядело, что нет окончания в Библии Я чувствовал, что должно было что-то следующее И Бог говорил, что пошлет Илью, который обратит сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей к отцам Я спросил, когда это произойдет? Как Библия может на этом заканчиваться? И как только вот где-то в это время я был в средних классах колледжа И мой друг видел меня, как каждый день я читал еврейскую Библию в столовой И он задавал мне вопросы, и у нас было общение Потом он задал мне самый важный вопрос Он спросил, как ты думаешь, что значит Исаия, о чем 53 глава Исаия? Я не знал, и я пошел и спросил у своего Равина Как вы думаете, что ответил Равин? Он сказал, что мы считаем, что после 40 главы Исаия, это совсем другая Исаия Потому что мы видим, что после 40 главы Исаия, это совсем другая Исаия или появление Мессии Но я ему сказал, что вы допустили большую ошибку Потому что на мою бармитзву было местописание Исаия 60 60-я глава Я ему сказал, что вы хотите сказать, что моя бармитзва это как бы подделка, это не настоящая бармитзва Потом он начал повторные разговоры, и было такое замешательство Потом я начал понимать Исаия 53 главу И друг с этой столовой предложил мне и дал Новый Завет И он мне сказал, что я могу найти свои ответы там Я даже не знал, что такое Новый Завет Я никогда не слышал о нем Но я начал его читать И я был шокирован, что там речь идет о евреях Все личности это евреи И даже Иешуа был евреем Я был шокирован тем, что он не был католиком Потому что все, что я знал о христианах, то, что они были католиками И потом я прочитал о Пасхе И просто Господь открыл мои глаза Открыл мое сердце И я увидел, что Иешуа был Мессией И это моя история И потом, 7 лет спустя, я был исполненным Духом Святым Это было в моей машине Потому что я молился Богу, чтобы Он исцелил мои глаза Потому что у меня не было возможности носить больше контактные линзы И мои глаза менялись, и им нужно было в течении трех месяцев получить новые Мои глаза, их состояние менялось И когда я молился, такие странные слова начали появляться Я понял, что это был Дух Святой Поэтому многое произошло с тех времен Аминь Субтитры создавал DimaTorzok